Провизоры отпускают без рецептов наркосодержащие препараты, а подростки могут приобрести опасные лекарства у фармацевтов. Об аптечной наркомании среди школьников рассказали в Министерстве внутренних дел Казахстана. По данным полиции, одним из самых опасных является препарат Трамадол. Это лекарство точки входа в наркоманию. Он опасен тем, что его ломка маскируется под простуду и отравление. Помимо него, для состояния эйфории школьники могут использовать некоторые глазные капли. В Казахстане, несмотря на попытки властей ужесточить наказание за распространение синтетических наркотиков, продолжается их свободная продажа. В соцсетях, мессенджерах, на сайтах действуют сотни точек их реализации. Причем натуральные наркотики сейчас вытесняют искусственные. Около 40% рынка наркотиков в Казахстане захватили психоактивные вещества, убивающие человека за 2-3 года. Соль, кристаллы и скорость появились на рынке недавно, но уже завоевали популярность среди казахстанской молодежи. Синтетические или, как их называют, дизайнерские наркотики появились в городах страны в течение последних пяти лет. Их часто называют легкими или тихими, порождая тем самым идеологию безопасного потребления. Большое внимание уделяется аптекам, в которых полиции периодически удается задерживать провизоров, отпускающих без рецептов наркосодержащие препараты. За шесть дней полиции проверено 865 субъектов, в том числе почти 600 аптек, 24 складов, 205 лечебно-профилактических учреждений, а также 37 промышленных предприятий, в результате которых ограничен, наоборот, более 1 тонн прекурсоров. Свыше 5000 сайтов по распространению наркотиков выявлено в Казахстане. Вычислить администраторов сайтов не так просто, поскольку доменная зона находится за пределами страны, а сбыт осуществляется на территории республики. Так, наркобароны используют современные технологии продаж и без риска для себя зарабатывают огромные деньги. В Казахстане за сбыт наркотиков через электронные ресурсы грозит до 15 лет, но, похоже, это никого не пугает. Наркотики продают не только через сайты. Подростки могут приобрести опасные препараты у фармацевтов. Один из самых опасных – это препарат травмодол, синтетический опиоидный анальгетик или синтетический опиат героина. Травмодол является точкой входа в наркоманию. Он опасен тем, что абсистентный синдром, ломка так называемая в народе, маскируется под два очень социально приемлемых заболевания, простуду или отравление. То есть, это, еще раз отмечу, это как точка входа в наркоманию. Если подростку употребляют, родители могут это не заметить, подумать, что это простыл ребенок или подросток отравился. Поэтому на это надо обратить внимание. Об этом я в своей лекции тоже сказал, выступил, есть в Ютубе. Можете подробнее там прослушать. Помимо травмодола имеются препараты, которые могут использовать для состояния эйфории, это как глазные капли, тробикамид и цикламид. По словам полиции, большое опасение вызывает то, что там, где развивается безработица, наркотики проживаются мгновенно. В Казахстане ежегодно изымается до 40 тонн различных нарковеществ. По информации Республиканского научно-практического центра психического здоровья, в стране на учете состоит чуть более 26 тысяч человек с наркозависимостью. Но, по оценкам спид-центра, количество лиц, употребляющих инъекционные наркотики, может быть как минимум в четыре раза выше.